Коротко напомню содержание предыдущей лекции о триединстве материи информации и меры в фундаменте концепции общественной безопасности. Когда-то человечество, древнеегипетское жречество, дало неправильное понимание об окружающей действительности. И за счет этого неправильного понимания об окружающей действительности, это позволяло им манипулировать сознанием каждого человека в отдельности и миллионами людей в целом на планете Земля, причем на протяжении нескольких столетий, даже тысячелетий. Но вот это неправильное понимание об окружающей действительности привело планету под их мудрым руководством к глобальному системному кризису. Мы говорили о том, что на самом деле противопоставление двух мировоззрений, что первично материи сознания, материализма и идеализма, это в принципе неверно, это спор о том, какая ложь из двух лжей лучше. Это нансес, как говорится. На самом деле все процессы в мироздании взаимозависимы, взаимообусловлены, носят колебательный характер, и все эти колебания представляют собой процесс триединства материи, переобразуется по мере развития. То есть мы разобрались с вами с глобальной ошибкой в восприятии окружающей действительности, которая приводит к неправильному пониманию процессов, происходящих в том числе и в нашем обществе. А в сегодняшней лекции мы с вами рассмотрим, как мы дошли до жизни такой, то есть причины следственной связи, и как это привело к тому, что мы оказались в такой ситуации. А самое главное, мы рассмотрим, как должно было быть во взаимодействии всех процессов, протекающих в мироздании. Тема нашей лекции называется «Глобальный исторический процесс в глобальном эволюционном процессе биосферы планеты Земля». То есть, что такое история человечества, и как человечество развивалось в той биосистеме, которая называется нашей планетой, и все, что входит в понятие биосферы. Здесь такая фраза есть «будущее вырастает из прошлого», и это правильно. Михаил Сергеевич Горбачев, он заявил, что будущее вырастает из настоящего. Это неправильно, потому что нарушаются причины следственной связи. И Козьма Прутков, он также говорил «почаще оглядывайся назады, чтобы избежать в будущем знатных ошибок». Поэтому, зная прошлое через осмысление в настоящем, можно говорить о будущем. И вот если посмотреть на историю развития нашей Руси, то вот здесь такая картинка самая элементарная. Все учебники нашей истории говорят, что вообще говоря, до крещения Руси, ну, был какой-то мрак, там, что-то непонятно, какие-то племена тусовались. Вот подлинная история началась с крещения Руси. И вот здесь Русь святая была. В 1917 году произошел переворот, революция, и, значит, установилась справедливость якобы. И вот сейчас что мы строим, непонятно, здесь знак вопроса, мы об этом говорили. Владимир Владимирович Путин в журнал «Версия» за прошлый год, номер один, он задал вопрос историкам. А что, вот история нашего государства действительно началась с 988 года, или что-то было до того? Историки почесали репу и говорят, мы пойдем подумаем. Тогда Путин берет и говорит, вот была Ладога такая, вот в древней Ладоге здесь, оказывается, была высокая культура и так далее. И сейчас, вы знаете, по телевидению показывают и раскопки на древней Руси территории, где говорят о том, что была на Руси высокая культура и была письменность. И Кирилла Мефодия, учителя славянские, они, оказывается, проявили усекновение нашей письменности, а на Руси и была письменность до 988 года. Оказывается, история – это мощный инструмент управления. Но мало того, история Руси. Рядом с Русью жили и китайцы, и Египет был, и Европа. То есть история человечества какая? Вот история Руси и ее процесс развития, он соседствовал с историей Египта, с историей Китая. То есть и страны оказывали друг на друга влияние. И этого вообще нигде нет. И никто вообще, даже наши учебники истории, если спросить у наших школьников, то многие не смогут сопрять, что Пушкин был современником Карла Маркса или другие вот исторические личности. Почему? Потому что наше образование, оно формирует то, что мы уже с вами рассмотрели, у людей калейдоскопический идиотизм. Когда фактов много, а соотнести эти факты друг к другу люди не могут. Поэтому у того же Пушкина есть очень хорошая словесная формула. Она очень глубокая, и там много чего. Но я ее всю скажу, а потом вычленим из нее то, что касается рассмотрения нашего вопроса. Пушкин сказал, проведение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может делать из оного существенные выводы, часто оправдываемые временем, но не даду ему предвидеть случая мощного мгновенного орудия проведения. Вот, обратите внимание, эта фраза начинается, проведение не алгебры и заканчивается, проведение. Это тоже не случайно. И здесь много чего. Еще мы будем возвращаться по ходу лекции вот к этой фразе Пушкина. Но здесь мы вычленим что? Вот умение видеть общий ход вещей, он позволяет соотнести историю Египта с историей России, историю России с историей Китая и так далее. Тот, кто не видит этого общего хода вещей, он видит факты, набор фактов, разрозненный. То есть у него тот же самый хаос. Мировоззрение такое, что калейдоскоп в голове, каша. У него все перемешалось, и взаимозависимость, влияние вот этого глобального исторического процесса он не видит. Он не видит управления этим глобальным историческим процессом. У Льва Николаевича Толстого в «Войне и мир» есть в заключении эпилог 2. И вот там Лев Николаевич Толстой ставит вопрос, а что есть в истории человечества? И он так, я даже не ожидал от того, что он такой юморист, значит, он там говорит, вот нам представляют историю, как вот жили-были два царя, Александр и Наполеон. Они жили мирно, потом они поссорились, и Наполеон пошел войной на Россию. Значит, и люди убивали друг друга, потом они помирились, опять жили. Потом опять поругались, опять Наполеон пошел, и он дошел до Москвы там и так далее. А дальше Лев Николаевич Толстой говорит, а то, что при этом тысячи людей выращивали хлеб, растили детей, писали книги, этого в истории не написано. То есть наша история, вообще говоря, это вот набор фактов, событий каких-то связанных, ну, в основном с главами государств, какие-то битвы и так далее. А вот причинно-следственные связи, что, как, откуда проистекает, этого в истории вы не найдете. Поэтому концепт общественной безопасности, историю и исторический процесс рассмотрен через управление им. И не только вот как исторические события, а рассмотрен в глобальном эволюционном процессе. То есть от формирования жизни вообще на планете Земля. Почему? Потому что вот на последней картиночке рассмотрено, что глобальный исторический процесс в глобальном эволюционном процессе. И вот здесь схематично что указано? Вот на Земле, ну, это все как бы знают, был растительный мир. Человека не было. Потом появился вот животный мир. И вся экосистема, биосистема на планете Земля, она оказывала свое влияние вот на развитие растительного мира, формирование животного мира. Потом с появлением человека начался исторический процесс. И существование людей на планете Земля, люди оказывали свое воздействие на всю биосистему, в которой они жили. А потом, когда появилась техносфера, то есть когда люди стали вмешиваться в природу, создали механизмы, автомобили, атомные электростанции, техносфера стала оказывать свое влияние на био всю сферу. И вы знаете, сейчас это привело к глобальному кризису на планете Земля. Более того, человек уже живет не в биосфере, а он живет в техносфере. И некоторые дети, вот в частности в Санкт-Петербурге я встречал бездомные детишки, которые появились с демократией так называемой, они кроме асфальта и вот своего двора, они ничего не знают. То есть они и травы-то не видели, и босиком по траве не бегали. И не знают, что там есть озерок где-то, леса. Они вот живут в этих каменных джунглях. То есть техносфера стала средой обитания, что является противоестественным для человека. Поэтому вот эти вот вещи мы рассматриваем не просто как набор, там царь, царевич, вот они, значит, воевали друг с другом, а история человечества рассмотрена всего лишь как маленький фрагмент в эволюционном развитии биосферы планеты Земля. И вот мы рассматриваем глобальный эволюционный процесс. И взгляды на эволюционный процесс. А теперь мы уже знаем после первой лекции, есть материалисты, есть идеалисты. Вот общая материалистическая точка зрения какая? Глобальный эволюционный процесс, это процесс развития материальных жизненных форм, то есть видов живых организмов, возникших на основе неживой материи. Ну вот масло подорожало, возник человек, и пошел процесс развития. Ну а воиболее сложные виды постепенно дополняли ранее существование, и вытесняли некоторые виды. Видовой состав биосферы неоднократно одноблялся. Вот общая материалистическая точка зрения. Замечание нашей склонность материалистической науки и вообще науки к материализму. А что такое материализм? Это бездуховность. То есть информации там нет. Объективного существования информации материалистическая наука не признает. Она привела к выпадению из рассмотрения усложнения информационного обеспечения биологических видов. То есть в материалистической науке нет исследования духовной эволюции биосферы. Там только рассматриваются материальные носители. Все. Библейская точка зрения. Здесь немножечко по-другому. Как? Прямо нигде не говорится о глобальном эволюционном процессе биосферы. Однако первая глава книги «Бытие» дает такой порядок появления живых организмов. И мы уже с вами на прошлой лекции это посмотрели. Сначала появились растения на суше, потом присмыкающиеся и птицы появились, потом животные на суше и наконец появился человек. Это совпадает с данными науки о возникновении типов и классов живых организмов. Однако вот такое ограниченное представление, замечания какие? Ну как бы критика с точки зрения концепта общественной безопасности. Нет этапов появления бактерий, водорослей, моллюсков, кишечно-полосных, насекомых. То есть уж слишком все, так сказать, примитивно там рассказывается. Дальше. Ничего нет вообще об исчезновении одних видов и появлении других видов. То есть ничего не говорится. Вот появилось так и все. А куда динозавры делись, да? Там в Библии этого не найдешь. Ничего нет о вторичных воплощениях ранее живших людей. Хотя есть единичные факты. Ну вот в частности, вы знаете, Иоанн Креститель в Библии, это якобы его предтечей был Илья Пророк. То есть он как бы, Иоанн Креститель воплощал в себе Илью Пророка. Коран. Вот Коран прямо нигде не говорит об эволюции материальных форм и о многократном перевоплощении душ. Но есть в Коране такие места, как описание глобального эволюционного процесса в образной форме. Причем надо учесть, что Мухаммад, он вообще не умел ни читать, ни писать. Это неграмотный пастух, бедуин, которого вдова Хадиджа взяла в жены. Они поженились. Она была старше его на несколько лет, там на 10 лет. И ему в ущелье Хира были даны откровения. И вот я просто это к чему говорю. То, что сейчас буду зачитывать цитаты из Корана. Вот подумайте, как мог человек, который вообще говоря неграмотный был, выдавать такие вещи. Ну вот в частности в суре 23 выдается. Мы уже создали человека из эссенции глины. Потом поместили его каплей в надежном месте. Потом создали из капли сгусток крови. Потом создали из сгустка крови кусок мяса. Создали из этого куска кости и облепили кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, лучший из творцов. Потом после этого вы умираете. Потом в день воскресенья будете воздвигнуты. Давайте посмотрим, расшифруем это и скажем современным языком. Вот это вот. Мы уже создали человека из эссенции глины. Что это такое? Это появление органических веществ из неорганических. Дальше. Потом мы поместили его каплей в надежном месте. Это раствор органики в развитии. Дальше. Потом создали из капли сгусток крови. Это появление клеток. Появление клеток это то, что отличает кровь от других органов, содержащихся жидкостей. Значит, потом создали из сгустка крови кусок мяса. Создали из этого куска кости. Облепили кости мясом. Что это такое? Это появление многоклеточных организмов и развитие в них внутренних скелетов. Потом мы вырастили его в другом творении. Это рождение человека от нечеловека. То есть мы вот дальше это рассмотрим. Появление человека в глобальном историческом процессе. Когда до нас, до людей, существовали вроде бы люди, но они еще не были людьми. И за счет чего вот эти недолюди, недочеловеки стали человеками. Как это получилось? Вот это в Коране говорится. Потом мы вырастили его в другом творении. Ну вот все это, все, что здесь описано, это описание развития человека от зачатия до смерти. И, кстати, мы все с вами помним уроки биологии в школе и изучение человека. Зародыш, вообще говоря, повторяет все эти этапы эволюционного пути биосферы. Если помните, там даже картинки есть. Зародыш человека, он сначала там голова, стек, рыбка, там еще что-то. И в конце получается человечек. Коран, кроме этого, призывает к размышлению о мироустройстве. И в целом, человечество в Коране информационно-духовно связано с биосферой. Замечание какое. Есть в Коране фрагменты, допускающие многократное воплощение. Но есть и прямо противоположные. Кришнаиты, Международное общество сознания Кришны. Их взгляд на эволюцию. Эволюции вообще нет никакой. Есть данные жизненных форм, и все. И вот она иерархически упорядочена. По ней кочуют души по закону кармы до скончания века. Цель души вырваться из колеса перевоплощения, колеса сансары, разорвать цепь кармы. Замечание какое. Потомкам ставятся в вину злые дела их предков. Пусть каждый просуждает, виноваты ли дети за деяние своих родителей. Если считать, что каждый человек индивидуален, и индивидуальность человека запечатлена на его пальцы, то есть нет одинаковых отпечатков пальцев, как нет одинаковой роговицы глаза. Каждый человек дитя Божье. И зачем накладывать на создание творца, нового человечка, а мы еще об этом поговорим, вину его предков. Есть над чем поразмышлять. Есть такая вот Лаврова, у нее книга «Ключи к тайнам жизни». Она такую точку зрения выдвигает. В сознании это первозданная душа, а в подсознании многократно воплощающаяся душа, то есть в человеке две души. И после смерти души разделяются, и первозданная душа начинает кочевать, то есть души размножаются. То есть живет человек, у него в подсознании то, что было до него, а в сознании то, что он сам творит. И вот души размножаются. Таким образом, общая модель эволюции выглядит приблизительно как. Есть множество душ, вот такой условный символ. И вот эти души многократно воплощаются в одном человеке, в другом и так далее. В разных телах они воплощаются. Воспоминания о прошлых жизнях в конкретном человеке блокируются на уровне сознания. То есть он вот, я сознаю, а вот то, что было до этого, человек не знает. Правда, есть технологии, которые позволяют проникнуть в подсознание. Есть такие индивидуумы, которые говорят, я знаю, кто кем был. И обычно все сводится, вот я сталкивался, они всегда говорят, вот вы там были Александром Македонским, а вы там... То есть всегда как бы знаменитые, никаких второстепенных личностей там и обыкновенных нет, то есть всегда выдающиеся. Блокируются для чего? Чтобы стимулировать мышление и творчество, то есть как бы учиться жить с новой страниц. Дальше. Когда из всего числа душ, вот эти вот серенькие, вот они, души коричневые, появляется некое подмножество душ, освоивших наивысшую жизненную форму из существующих в биосфере, то устраивается так называемый страшный суд, вот решето сито, и вот через это решето хорошие души пропускаются, а вот эти вот коричневые, это в канализацию и в отбросы уходят. После которого души этого подмножества воплощаются уже в неких новых специально для них созданных формах. Вот наиболее общая модель эволюции. Взаимоотношение взглядов между собой, вот материалистов, идеалистов и так далее. Какое? Отношение материалистов к религиям и оккультным знаниям. Они что, первое, они говорят, а, это все вздор, это все чепуха, то есть все эти оккультисты, это дуристика. Значит, отбрасывают, то есть все вздор, так не может быть, потому что мы так считаем. Второе, они не видят, что информационное обеспечение поведения человека, а человек есть в развитии, его информационное поведение совершенствовалось, отличается от информационного обеспечения комара или обезьяны, причем в развитии тоже отличается. И отличается чем? Большей сложностью. Так же, как отличается поведение комара от обезьяны, обезьяны от еще кого-то и так далее. Они, материалисты, отрицают бессмертие души. То есть в терминах науки материалисты отрицают объективность и неуничтожимость информации. Вот почему мы начали вопрос рассмотрения триединства материи информации и меры. То есть они говорят, информации объективно не существует, то есть существует одна материя, а все остальное следствие, то есть первоначальными кирпичиками является материя. Вот есть такой знаменитый оккультист, философ Умберто Эко. Многие его, наверное, знаете, у него есть кинофильмы поставленные, это «Имя Розы», «Маятник Фуко» у него знаменитый. И вот у него книга в позапрошлом году вышла «Пять эссе по этике». Сам он лингвист, то есть изучает его образование, все, что связано с языком. И в этой книге приводится его переписка с одним из иерархов католической церкви в Ватиканом. И в этих эссе Умберто Эко ставит задачу такую, он говорит, что, наверное, должны быть какие-то слова, кирпичики первоначальные, из которых строится все вот потом остальное словесное, весь словарь человеческий, то есть вот первоначальные понятия надо чем-то обеспечить. То есть вообще говоря, он поставил задачу лингвистического формирования тех слов, с помощью которых можно объяснить все в мироздании. Самые первые кирпичики. Это то же самое, что равносильно я вот в прошлой лекции вам говорил, когда знатокам был поставлен вопрос, фараон призвал к себе жрецов и сказал, каким словом можно описать все происходящее в мироздании. И знатоки не ответили, а жрецы ответили, они сказали фараону, это слово мера. Так вот, речь идет о чем? Что вот эти кирпичики, которые Умберто Эко только ищет, и вся западная наука философская ищет, они даны в концепции общественной безопасности. Это материя, информация и мера. Вот эти три кирпичика, с помощью которых дальше можно формировать все остальное. Так вот, а у материалистов кирпичиком материя, а все остальное производное. Поэтому они объективного существования информации не признают. И тогда к ним вопрос. Куда девается информация, то есть душа? Душа, уносимая от трупа физическими полями живого человека в момент смерти. Какова ее дальнейшая судьба? Вот вроде простой вопрос. А за ним смотрите, какой глубокий смысл. А речь-то идет о чем? Человек излучает колебания. Колебания, они определяются, несущая частота, она определяется мощностью источника. А модуляция этих колебаний осуществляется мерой понимания, то есть правилами, по которым живет человек. И вот эти колебания, они различны. То есть по колебаниям, по несущим, мы все одинаковые. Почему? А у вас, у вас, у меня, мы все состоим из того, что мы едим и пьем, а едим-то мы одно и то же, пьем-то одно и то же. Ну все. Две руки, две ноги одинаково. В чем мы разные? Разные мы. В алгоритме обработки поступающей к нам информации. И вот это разнит мои колебания с вашими, с вашими, с вашими. Если мы мыслим одинаково, то есть наше представление о мире одинаковое, то наши колебания входят в резонанс. И они образуют то, что в оккультных науках называется эгрегор. Но об этом позже. Но я для чего это говорю-то? Итак, человек излучает колебания. Человек умер. А куда делись колебания? Скажем так, вы знаете, даже пьеса была «Свет, погасшие звезды». Звезды уже нет там, во Вселенной. А свет-то ее идет. То есть колебания остались. Так и человек бессмертие того заключается в чем? Тело умерло, а колебания его остались. Песня «Стану я земля, когда уйду, твоей травой, твоей листвой». То есть колебательные процессы, колебания человека, они отображаются на других фрагментах Вселенной. В первую очередь сохранятся в эгрегоре. А у материалистов этого нет. Поэтому, скажем так, биополе живого человека и трупа разное, да? Ведь мы же, когда входим в покойницкую, там излучения совершенно другие, восприятие другое. Если информация исчезает по материалистам, то есть нет ее, то тогда рушатся все законы сохранения материалистической науки. Так как, утратив информацию, материя во всех ее состояниях впадает в небытие. То есть ее нет. За счет чего она, как ее зафиксировать? Зафиксировать. Отношение догматического богословия к эволюции материальных форм, к эволюции душ человечества, о которых говорят оккультные учения. Ну, догматическое богословие, это вот типы нашего православия. Они говорят, что это сатанизм. То есть вот сатанизм, агстись, уйди дьявол и прочее. Все. Тогда им вопросы какие? Раз современную биосферу, единственную по их пониманию, творил Бог по Библии, то все множество прошлых биосфер творил сатана, а прошлые биосферы уже были, это доказано, и была Атлантида, и были глобальные катастрофы, и даже вещественные доказательства этого есть. Дальше. Что есть глобальный эволюционный процесс, к мысли о котором приходят все палеонтологи, исследуя ископаемые прошлых биосфер? Кстати, мало кто знает, что знаменитый наш фантаст Иван Антонович Ефремов, который написал такие программные романы «Час быка», «Туманность Андромеды», «Таис Афинская» и «Лезвие бритвы», то он палеонтологом был. То есть где доказательства? То есть эти все, они говорят, это сатанизм, то есть для них этого не существует. Ну, не существует, но оно же есть. То есть если тебе так кажется, но это не значит, то так оно и есть на самом деле. Взгляд на глобальный эволюционный процесс с позиции триединства. А тут все укладывается, смотрите, вот в позиции концепции общественной безопасности. Эволюционные процессы во Вселенной протекают как процесс триединства. Материя, информация, мера. То есть материя переобразуется по мере развития. И вот в этом эволюционном процессе развиваются и материальные формы, и информационное обеспечение этих материальных форм. Материальные формы отслеживают материалистическая наука, а информационное обеспечение отслеживают оккультные школы и некоторые религии. Не все. То есть для некоторых этого акстис нет. Ну вот здесь такое примечание, чтобы образ был. Вот в древнем Египте, вы знаете, был бог Гермес Тресмегист. Он принес знания в Египет. Отсюда герметизм, тайные знания. И у Гермеса Тресмегиста был жезл Гермеса. Символ некой власти, кадуции. Вот этот кадуций здесь изображен. Что на нем изображено? Стержень, крылатый такой, зелененький. Вьются две змейки, одна и другая. Причем змейки, вы знаете, ползают только вперед. Змея назад не ползает. Змей это символ однонаправленности. То, что история, вот когда мы говорим, обратного хода не имеет. Не получится. И вот те, кто пытаются там назад, марксисты там. Нет, историю назад уже не повернешь. Только вперед. Все. Змеек две. Две змейки, материальные формы, информационные. Два взаимообусловленных процесса эволюционного развития. Материальных форм, одна змейка. И душ, информационных модулей, другая змейка. Головки змеек, обратите внимание, на одном уровне. Эволюционный процесс материи не может обогнать или отстать от эволюционного процесса духа. И наоборот. А рука, держащая этот джезл, вот по мере развития, видите, мера, она есть символ иерархически наивысшего управления, то есть Бога, который направляет развитие вот этих форм. Вот это образ развития частных структур в триединстве материи, информации и меры. Вот интересная картиночка у сатанистов такая вот она есть. Это новый мировой порядок, вот этот Схермафродит тут сидит. И вот видите, у него из одного места вырастает вот этот джезл как раз двумя звеньками. Это просто чтобы иллюстрации того, что этот джезл не надуман, и как над ним глумятся вот эти вот сатанисты. Таким образом, эволюционный процесс биосферы планеты Земля, вот смотрите, это то, что мы говорим с воронкой, со ступенчатыми краями, это один из многих эволюционных процессов, протекающих во Вселенной. То есть вот есть Вселенная, помните, мы на первой лекции смотрели, вот матрица ее возможных состояний, воронка. И вот в этой воронке, значит, множество других частных воронок. Одна галактика, другая, вот Солнечная система. В Солнечной системе Земля, вот ее матрица возможных состояний, и человек в этой Солнечной системе, человечество на Земле. То есть он под воздействием вот этих множества матриц, взаимно влозродных. То есть эволюционный процесс на Земле, один из многих процессов, протекающих в целом на Вселенной. Для чего это я рассказываю? А дело в том, что вот берем нашу галактику, вот Солнце, планеты, вот Земля. Биосфера Земли черпает энергию для жизни из космоса, и прежде всего из Солнечной системы, ну как наиболее близкой по рассмотрению. Энергию Земле несут физические поля, природные. А поля это колебания. Напряженность этих полей подчинена циклам Солнечной системы. И эти циклы обусловливают взаимовлияние планеты Солнца. Ну и в частности, лето, зима, ночь, день и так далее. Все обусловлено вот этими ритмами Солнца. Поэтому неучет этого приводит к серьезным последствиям. Поэтому биосфера в целом и ее элементы, это колебательные системы. То есть вот кто изучал теорию гироскопов, ну а гироскоп это, знаете, детский волчок, вообще говоря. Вот юла. Знаете, когда раскручивают ребенку, там вот она крутится. Так и Земля, вот она юла. Ее раскрутили, и она крутится. И она тоже колеблется. У нее множество колебаний. Ночь, зима, лето, сухо, дождь и так далее. Все эти колебания надо знать. Все эти колебания находятся во взаимодействии друг с другом и со средой. И вот на эти колебания оказывают свое воздействие другие планеты, кометы и так далее. Деятельность людей оказывает свое воздействие в соответствии с триединством на планету Земля. Поэтому, исходя из того, что мы рассмотрели, зависимость Земли от энергетических, информационных ритмов космоса приводит к чему? Что характер разнородных процессов на Земле обусловлен биосферой и связанных с ней социальных систем. И вот из этого следует частный вывод. Для безопасного развития общества, а у нас концепция-то безопасности, а это вообще никто об этом во всяких стратегиях безопасности и там национальных не рассматривает. Значит, для безопасности развития общества необходимо древние астрологические теории представить через аппарат современных знаний. Потому что пренебрежение этими процессами может привести к серьезным ошибкам в развитии человеческого общества. Основные характеристики эволюционного процесса органической биосферы. Важный рубеж в эволюционном процессе это возникновение хромосомного аппарата наследственности. В чем его особенность? В том, что он передает информацию по следующим поколениям биологического вида. И вот здесь такая нарисована картиночка. Она очень важная, давайте на ней подробно остановимся. Вот дяденька, тетенька. Они сделали ребеночка, у них появилось поколение. У нового поколения опять дяденька, тетенька. Они сделали ребеночка, следующее поколение. Ну и вот если представить множество людей, то одно поколение оно передает другому поколению, третьему поколению и так далее. Дальше мы вот это не будем рисовать, а просто в качестве, что это тоже ритм, видите, мы обозначим вот такой синусоидой. То есть вот раз-два, это один ритм, раз-два, другое поколение, раз-два, третий и так далее. Вот сейчас мы подошли, 2000 год, новое тысячелетие, каким будет будущее поколение, как будет передаваться, как будет развиваться. Все виды, они генетически отличны друг от друга. Ну то есть человек отличается от слона, слон от обезьяны, обезьяна от льва и так далее. То есть они отличаются друг от друга. И они генетически замкнуты по отношению друг к другу. То есть межвидовые гибриды либо невозможны, либо неплодны. Ну вот как мул, вы знаете, мул, он неплоден от быка и лошади. Либо их генотипы разрушаются в последующих поколениях. Поэтому хромосомный аппарат несет две функции. Он передает генетически обусловленную информацию от поколения к поколению организмов. Искажения при передаче очень редкие, что обеспечивают генетическую устойчивость. То есть генетика позволяет сохранять каждый биовид. Ну мы будем привязываться прямо конкретно к человеку. Хотя и к другим видам живых существ это тоже касается. То есть искажений мало. Но эти искажения генетической информации есть. И в то же время они необходимы для обеспечения развития вида в биосфере. Как это сказывается? А вот как. Искажения генетической информации. В школе вспоминайте курс. Они называются мутации. И они вызываются воздействием на хромосомный аппарат различных факторов. Физических полей, химических соединений и так далее. Которое не свойственен нормальной жизни человек. И мы сейчас знаем вот эти искажения. По телевизору часто показывают. Особенно там где хранится ядерное оружие. Химически отравляющие вещества. В зонах испытания ядерного оружия и так далее. Вы знаете, под воздействием там у родителей рождаются дети уроды всякие. Там без рук, без ног и так далее. То есть это вот называется мутациями. То есть физические поля, химические соединения. Несвойственные природе живого организма. Ну в частности человека в том числе. Час мутаций является генетическими дефектами. И такие особи либо нежизнеспособными, либо неплодны. Либо имеют пониженный потенциал развития. То есть дефект. Их часто называют генетическим грузом. В каждой популяции есть доля генетически отягощенных особей. Вот здесь сейчас нарисована одна картинка. Она на следующей. Сейчас мы ее подробно рассмотрим. Вот она. Это картинка. Я сейчас безотносительно к генетике расскажу о том, что она обозначает. Вот эта картинка иллюстрирует так называемый закон нормального распределения. Вообще надо уметь пользоваться вот этой картиночкой всем. О чем он рассказывает этот закон? Что он иллюстрирует? Если испытывать множество одинаковых деталей на одно какое-то условие, то эти детали будут себя вести вот таким образом. Причем это научно доказано. Вот если возьмем карандаш. Оставим его и будем на карандаш на две опоры. И будем на карандаш бросать какой-нибудь груз. Кирпичик предположим. Или еще что-то. Или ломать будем определенным усилием. И вот эти карандаши будут вести себя приблизительно вот так. Причем не только приблизительно. Чем больше будем испытывать, то ситуация будет так. Ломаем. Какая-то часть карандашей сразу сломается. Какая-то часть изогнется и выпрямится. А какая-то вообще их трудно будет согнуть. Так вот, чем больше деталей испытывать, например, если испытывать тысячу, ну давайте сто карандашей, то процент будет такой. Три, где-то пять процентов, вот так, ну не больше, сразу сломаются. Два, три, пять процента, они даже не согнутся, то есть и не треснут. А девяносто карандашей согнутся и выпрямятся. Вот люди, мы, ну если на нас переносить вот это, на людей, если испытывать людей, ну например, на жадность, то будет так, сто человек, пять-шесть, ну жадюги такие там, пять-шесть, вообще душа на распашку, они там с себя последнюю рубаху снимут. А восемьдесят девяносто процентов нормальные люди, которые когда надо помогут, когда надо прижмут маленечко и так далее. То же самое можно испытывать на храбрость. Пять процентов шибко храбрые, которые идут там и так далее. Пять процентов трусы, то есть ему чего, он там прячется. А одни будут осторожно себя вести. То же самое, пять процентов, ну шибко умных, пять процентов, ну шибко дураки, да. А восемьдесят девяносто процентов нормальные люди, поняли. Но в отличие от карандашей, если карандаши, они как и есть карандаши, то люди меняются. И под воздействием культуры, в которой живут люди, можно вот эту номограмму смещать в ту или другую сторону. То есть можно воспитывать больше храбрых и добрых людей, а можно наоборот. Вот если касается типов психики, да, помните, мы с вами разбирали, то сейчас что? Все больше и больше становится людей с животным строем психики. Так почему? Потому что кино, телевидение, все они формируют вот этих биороботов, животных, так сказать, бери от жизни, все и так далее. То есть их становится, но если другие кинофильмы показывать, будет становиться все больше и больше добрых людей, смелых, мужественных и так далее. То есть человек, в отличие от карандаша, меняется, вот я что хотел сказать. Вот так и в генетике. Смотрите, вот здесь вот, под этой вот номограммой, здесь все люди. И посмотрите, вот под этой частью, это вот есть те 5%, шибко хорошие, а вот это вот, не шибко хорошие. А здесь вот они, основная масса нормальная. Но можно сдвигать туда-сюда, вот это вот лучше в эту сторону, а это хуже. Если нарисовать вот так, то плохое больше будет преобладать, а то, что раньше считалось нормальным, будет, ох, какой он умный. А если сдвинуть вот эту номограмму сюда, то получится наоборот, то, что было хорошим и отличным, это станет привычным для всех, так и надо. А вот это плохое вообще исчезнет, а то, что было привычным здесь, это станет плохим, то есть можно сдвигать. Так вот, с точки зрения генетики, смотрите, что получается. В многочисленных популяциях всегда есть генетически устойчивое ядро, оно обеспечивает воспроизводство. И есть отягощенные периферии, вырождающие, деградирующие в последующих поколениях. Если говорить о Ивана Антоновича Ефремове, вот в «Туманности Андромеды», то там, если вы внимательно почитаете, у него есть такая фраза или мысль о том, что люди все были красивые, сильные, мужественные, что было сделано в результате целенаправленного генетического отбора, формирования будущих людей, здоровых, сильных, смелых и умных. То есть вот этим процессом можно управлять. И вот на Руси был так называемый институт свах, вот сейчас про него забыли, а там что? Там, значит, свахи, они наблюдали за жизнью деревни, города или что, и они подбирали парня мужика, то есть, как называлось, парень там, девка в самом соку, да? А если кто-то не так себя вел, то их изолировали вообще и не дали развиваться. Так вот, институт свах, он это и делал. И парни из девушек, они, так сказать, их сводили, там хороводы раньше были, они обстукивались, были так называемые ночевания даже, и они притирались друг другу, значит, все. И когда видели, что совпадает все их, так сказать, это самое. Дальше, генетическая катастрофа в популяции, это исчезновение генетически устойчивого ядра. А сейчас смотрите, что делается с этой точки зрения. Если посмотреть через призму того, что я вам сейчас рассказал, генетически устойчивое ядро по холодной войне изничтожают. Где русские здоровые парни гибнут? В межнациональных конфликтах, в бандитских разборках, от алкоголя, наркотиков, все. И размазывается. Веселье Руси есть питье. Вот вам пример. То есть, у нас идет генетическое уничтожение, генетически устойчивое ядро. И значит, при определенном, когда вот будет определенное количество, все уже потом не возобновишь. Почему мы так резко ставим вопрос о том, чтобы бросить пить, если ты патриот, если ты за свое отечество, за будущее России, избавься от этих вредных привычек, будь сильным, здоровым, воспитывай себя, детей, иначе постигнет нас генетическая катастрофа, потеря генетически устойчивого ядра. А девушки, которые пьют и курят, они убивают не только себя, а от них будут рождаться с неустойчивой уже генетикой, с плохой наследственностью, а от них еще дебильнее, еще олигофренистее, а от них еще дебильнее. То есть план это 50-100 летний, вот ведь какая штука. Ненаправленная изменчивость, это мутации, не вызывающие генетические дефектов, а ведущие лишь к возникновению особенностей. То есть не всякий вот как бы дефект, дефект, а есть такие изменения, которые ведут наоборот к усовершенствованию особи, то есть все сильное становится, понимаете, вот это генетически устойчивое ядро ведет, если среди него возникают мутации, таким образом вот эти мутации в одних условиях это генетический груз, а в других условиях может быть очень полезным признаком. Механизм естественного отбора, он заключается в чем? Он предопределяет вероятностную гибель одних и вероятностное развитие других в конкретно сложившейся особенности. Вот каждый биологический вид взаимодействует с остальной биосферой и со всем космосом в целом, то есть находится под давлением биосферы и всей окружающей среды. Характер этого давления меняется в силу подчиненности биосферы геологическим процессам на Земле, энергетическим ритмам космоса, то есть в биосфере меняется. И вот частота изменения этих процессов значительно ниже частоты смены поколений. В любом геологическом виде благодаря этому ненаправленная изменчивость выливается в подстройку генотипа под меняющиеся условия среды. Вот здесь на этой картинке что? Помните мы показывали? Одно поколение вот здесь живет, другое поколение вот здесь живет, вот третье поколение живет. А вот давлеющий фактор, который воздействует на это. Поэтому они видят этот фактор, они успевают подстроиваться. Но есть в природе процессы, частота которых выше частоты смены поколений. Вот здесь на этой картинке. Вот частота смены поколений, а вот частота, которая выше этой частоты. И если генотип не успевает за время вот поколения подстроиться под эту, он что? Будет уничтожен этим давлеющим фактором. Вот запомните эту картинку. Почему? Потому что сейчас, помните я вам в обводной лекции рассказывал про закон времени, когда сейчас на протяжении жизни одного поколения происходит неоднократное изменение всего, что происходит вокруг человека. И если человек не успевает это все переосмыслить, этот фактор его раздавит. Так вот новое информационное состояние таково, лавина такая, что надо владеть методологией. Фактами сейчас многие же вот искренне пытаются разобраться. Факты, факты, факты исходят с ума и так далее, значит и стрессы наступают. Почему? Не владея методологией, они на них давят вот эта лавина событий, всего, что окружает, и раздавливает их. То есть новое информационное состояние, то, что мы назвали закон времени, предполагает владеть методологией, чтобы не оказаться быть раздавленным вот этим новым информационным состоянием. И если этой подстройки не произойдет, так может измениться целый биосынос и, в принципе, вся атмосфера, вся вот биосистема, в которой мы живем. Реакция биологического вида на внешнее давление среды и вот это, и вот это, она двоякая. С одной стороны, происходит изменение потенциала развития особей вида ввиду подстройки генотипа в процессе естественного отбора. Это раз. То есть изменение потенциала развития. То есть генотип подстраивается. А с другой стороны, происходит изменение поведенческой реакции самой особи. И вот эти обе реакции требуют информационного обеспечения. У разных видов оно отличается объемами информации, передаваемой генетически от поколения к поколению. То есть то, что передается генетикой. То есть одно поколение передало другому, одно поколение передало другому, одно поколение другому и так далее. То есть то, что передается на генетическом уровне. Далее, усваиваемой конкретной особью в течение ее жизни. То есть, особь, кроме генетики, она еще усваивает то, что ее окружает, новую информацию получает. И тогда получается соотношение то, что определяется генетикой информации, и то, что определяется социальной средой. То есть, если раньше многое в поведении человека определялось генетикой, то теперь многое в человеке и во взаимоотношениях определяется той социальной средой, в которой мы живем. Так ведь? Много событий, много в культуре, много всего. И вот этот фактор становится давлеющим. То есть, факторы воздействия на человека, окружающей среды, становится настолько много, что именно они являются определяющими в поведении человека. В ходе глобального эволюционного процесса появление новых видов сопровождалось уменьшением доли объема генетической передовой информации в общем объеме информации. Ну, то, что я вам сказал. И получается, исходя из того, что мы рассмотрели, смотрите, вот у моллюсков и насекомых весь объем их поведенческой реакции определяется чем? Генетикой. А у человека чем? Он рос-рос и сейчас он все определяется как раз вне генетической информации. Объем вне генетически обусловленной социальной, индивидуальной поведенческой информации, он подавляет генетическую информацию. Вот если нарисовать такой информационный модуль обеспечения поведения человека, вот яйцо, это яйцо состоит из двух частей. Вот фундаментальная часть, это зелененькая, это генетическая составляющая, а верхняя часть, адаптационная, это все, что обусловлено социумом. И если раньше, до закона времени, до нового информационного состояния, фундаментальная часть генетической была большая, а вне генетической была маленькая, то сейчас вне генетической социальной гораздо больше, и она давит на человека. И степень подавления такая сейчас, что большинство, особенно в городах, не чувствует, а даже им не приходит в голову, людям, вот в результате всего этого, что они принадлежат к человечеству, как к одному из множества видов живых организмов. То есть люди даже не считают, что есть какое-то человечество, они не считают себя принадлежащими всей биосфере Земли, это для них как-то, знаете, это где-то там чего-то, это меня не касается. То есть я живу, им даже в голову не приходит, что их жизнь зависит вот от этой биосферы. Не будет воздуха и их не будет, не будет воды и мы исчезнем, но им в голову это не приходит. И даже правителям, которые нами управляют, им не приходит. Если вот мы говорили о воде во вводной лекции, то ведь часть круговорот воды в природе, он определяется не так, как нас учили, знаете, значит, вода испаряется в облаках, падает дождик, речка течет, опять испаряется. Нет, это только как бы если сравнивать кровообращение человека, то получается так. Вот у человека есть сердце и есть верхний контур кровообращения и нижний контур. Так вот нас учили с точки зрения воды и круговорота ее в природе только верхний контур кровообращения. И здесь только 15-20% воды, а основная масса воды крутится внизу, внутри планеты. И вот эта масса воды, получается, что, в частности, почему говорят о кризисе и ведении войн за воду, люди выбрасывают все эти отходы в реки и так далее, фильтры, то есть печень земли, она забивает с этими отходами, ну вот как в автомобиле бензин, да, значит, фильтр забивается и автомобиль глохнет. Вот скоро так может наступить с водой и с человечеством. Не будет воды, наступит коллапс, то есть бах, трах и вообще кризис, и который уже и дальше его повернуть-то нельзя. Но люди даже об этом не задумываются. И ученые, некоторые только выходят, предупреждают, а правителям некогда тут, ходят тут всякие экологи какие-то, значит, мешают творить великие дела, поймаешь тут мы вот. И люди не понимают своей подчиненности объективным законам бытия на земле, им просто это в голову не приходит. Кроме осознанных связей нарушаются бессознательные связи, то есть психические, биологические, особенно в городах. Напоминаю я, вот здесь это и есть формула, генетический аппарат человека в 50 раз чувствительные генетического аппарата мушки-дрозофилы. Таким образом, человек, благодаря той культуре, в которой мы живем, противопоставляет себя природе, и это-то как раз и является причиной глобального биосферно-экологического кризиса и других глобальных кризисов. Вот именно как раз это давление социальной среды, но человек этого не понимает. И вся наша наука детям это не преподает и так далее. У ребенка необходимость освоения больших объемов вне генетической информации приводит к появлению периода детства. За период детства особь накапливает минимально необходимую информацию для своего поведения. И обратите внимание, у кошки период детства один, маленький, и кошка, она ухватывает то, что у матери своей. То есть там генетика и все. А человек должен и в школе выучиться, да, и приобрести. Почему? Потому что у животных передаются только генетически наследственные инстинкты и так далее. Их поведенческая реакция обусловлена только инстинктами. А у человека, он же разумный, более того, он накапливает информацию в книгах, в изобретениях, в знаниях и так далее. И это надо передать. Объем информации растет, период детства удлиняется. Поэтому соотношение вот этих частотных процессов очень важно. И надо запомнить, вот когда мы будем с вами рассматривать толпоэлитарное общество, вы должны знать, что вот на эту частоту периода обновления поколений оказывают влияние и высокочастотные процессы, и низкочастотные процессы. И дальше надо еще видеть вот что. На протяжении жизни вот одного поколения людей меняются, высокочастотные процессы, они на протяжении жизни меняются, а некоторые процессы человек даже может и не замечать, которые проходят с низкой частотой. Поэтому если возникает фактор, под давлением которого генотип популяции при смене поколений не успевает подстроиться, то популяция и гибнет. Ну это очевидность всего того, что мы с вами рассмотрели. Если возникает фактор, под воздействием которого генотип популяции при смене поколений не может успевать подстроиться только по причине генетически обусловленной информации, то популяция может сохраниться благодаря разнообразию поведенческих реакций особей, обусловленных индивидуально вне генетически. Это ведет к снижению ущерба. Вот то, что я сейчас сказал, давайте замкнем стол политарной пирамидой. Вот нас людей много. Есть элита так называемая, да, вот эти и вот эти. А эти ничего не знают. Если вот здесь, в элите, нет никого, кто сможет разобраться с давлением фактором, популяция и гибнет. Что надо делать? А значит, надо дать знание всем элементикам, то есть всем людям. И тогда наиболее вероятно, что кто-то распознает фактор, который воздействует на общество. Вот когда мы будем с вами в достаточно общей теории управления рассматривать устойчивость управления и функционирование суперсистем, вот там более-то подробно рассмотрим. Но теперь я после того, как сейчас вот вам связал стол политарной пирамидой, вот смотрите, еще раз зачитаю. Если возникает фактор, под воздействием которого популяция не успевает подстроиться на генетическом уровне, но она может быть спасена, сохранится благодаря разнообразию поведенческих реакций на этот воздействующий фактор. И получается, что чем больше будет поведенческих реакций, тем больше вероятность спасения. Поняли, да? А если человек не знает, чего распознавать, а то политарная пирамида ограничивает знаниями, я знаю, а остальные ничего не знают. А если я, так скажем, вот мы сидим сейчас в зале, вы меня слушаете, я весь из себя, все знаю, а вы ничего не знаете. Я уснул, а в это время фактор действует. Вы этого фактора не знаете, а я проспал, и мы все погибли. Но если бы вы все тоже это знали, чего я знаю, один спит, а другой не проспит, ухватили мысль. Вот и все. Поэтому мы говорим, знания надо всем давать. А вот это то политарная пирамида, я знаю, а остальным ничего не скажу. То есть это не обеспечивает устойчивость выживания. Дальше рассматриваем возникновение и развитие человека. В ходе глобального эволюционного процесса, глобальная экологическая ниша, вспоминайте вот эту спираль, воронка, она расширялась. И когда какой-либо вид исчерпывал генетически обусловленный потенциал своего развития, своей ниши, то он либо вытеснял другие виды, завоевывая их экологические ниши, либо осваивал ранее безжизненную нишу, подстраиваясь под нее генетически, возможно, порождая при этом новый вид организмов. Ну и так можно сказать, вот раньше в море жили, да, потом освоили там, выплеснулись на сушу, на суше сначала там полозали, потом птицы появились. Ну я думаю, это понятно. Вот то есть шло освоение генетически обусловленного потенциала. И вот на каком-то этапе развития возник вид человека разумного. Его представителями является сейчас все человечество, несмотря на множество рас, народов, племен и так далее. Потенциал развития взрослой особи, каждого биологического вида, обусловлен генетически. Хотя он может и не раскрыться, если не располагают условия среды. Что значит генетически обусловленный потенциал? Вот на этой картиночке он графически изображен. Вот есть генетика. А дальше, видите, такая прозрачная вот куб. Это вот по максимуму то, что этот потенциал может освоить. То есть возможности, которые заложены в него. Но я прям сразу скажу так, потому что, чтобы не быть абстрактным, многие не понимают, что такое генетически обусловленный потенциал. Вот скажем так, вы сталкивались с людьми, наверняка с такими случаями, во всяком случае слышали, когда люди в минуту смертельной опасности делали то, что, ну вообще говоря, нормально человек не сделает. То есть мать, женщина поднимала автомобиль легковой под раздавившего ребенка, там такие случаи были. Солдаты, когда у них в ногах взрывалась граната, они видели, хотя там это был миг, они видели появление трещин на гранате, как она медленно, значит, взрыв, все. Ну вот сам я был в дух автомобильных катастрофах. Я вам скажу так, летели мы с солдатиком, фамилия его Заздравный, водитель, я его потом переименовал в заупокойного, это в Дунаевцах. На скорости где-то порядка 90 километров мы врезались в стену мельницы там на Украине. Длилось это вот так, бах, и все. Для меня это было, знаете, как замедленная съемка. Медленно приближается стена, это как вот съемка, я думаю, спокойно, спокойно, как шандарахнуло, то есть. А для меня это все было растянуто во времени. Ну и другой случай был, я там выбил лобовое стекло головой и так далее. Пострадали только очки, меня спасла фуражка, то есть она сдеформировала. Ну и вот такие случаи вы наверняка все знаете. То есть речь идет о чем? В человеке есть какие-то возможности, которые в обычной жизни не проявляются. Но ведь эти же возможности есть. Ну вот в частности я в Воркуте встречал вот такой феномен, мне попался. А в Воркуте, вы же знаете, холодно там, все-таки Воркута. Когда-то был я там главным инженером полка, служил. И вот там по Воркуте я бегал каждое утро 7 километров, в любой мороз, все, закалялся. А там по Воркуте ходил один мужик, вот он ходил, как я, лысый, голый, значит, в пиджаке, без рукавиц, круглый год. И я вот поинтересовался, что, почему не холодно? Оказывается, что он на ГТСке, это гусеничный тягач, поехал в тундру один, тягач отказал, и в 50 километрах от Воркуты тягач встал. Все. То есть он должен был замерзнуть. То есть 50 километров идти, все, там у него и пища особенно, одежда была, как обычно, пройти все-таки, а мороз там 40-50 градусов, да ветер, да тундра. А он сам себе, говорит, сказал, мне тепло, то есть внушил. И ему стало тепло. То есть он дошел, ничего не обморозил, но после этого ему стало тепло, то есть ему не надо одеваться. То есть ему в любую погоду он не мерзнет. Нормально. То есть есть у человека какие-то внутренние источники, которые раскрываются в таких ситуациях. То есть это вот и есть тот потенциал. А теперь, забегая вперед, я вот спрашиваю, как вы считаете, вот культура, в которой мы живем, образование, там, поведение же, в семье и так далее, вот все, что она способствует освоению человеком того, что заложено в нас, или наоборот угнетает? Правильно, угнетает. То есть культура, в которой мы живем, не раскрывает то, что заложено в нас генетикой, а наоборот задавливает. То есть это античеловечная культура получается. И мы себе везде делаем протезы, вместо того, чтобы использовать те возможности, которые есть. Это в частности, когда вот будем рассматривать интеллект, но сейчас уместно будет сказать, что значит искусственный интеллект? Это создание протеза собственной головы, вместо того, чтобы научиться пользоваться собственными мозгами, которые, так сказать, там потенциал огромен. А мы везде себе делаем протезы, вместо того, чтобы развивать тот потенциал, который в нас заложен. Так вот, этой картинке это изображено. То есть вот есть генетика, и вот то, что можно освоить, возможности. А мы можем дойти до уровня Х, до уровня У и так далее. Но можем и полностью освоить, если культура, в которой мы живем, будет этому способствовать. Так вот, этот процесс подчинен вероятностным предопределенностям. И они, эти предопределенности, отражены в статистических закономерностях, свершившегося, и это в полной мере касается и человека. Есть много обвинений. С одной стороны, обвиняют социологов, историков и так далее в биологизации. То есть, что вот они держиваются в сторону биологической составляющей. И наоборот, биологов обвиняют в социологизации, когда они рассказывают о живых организмах. И то и другое, это отражает невежество биологов в социологии и истории, и социологов в биологии. Почему? Потому что, не знаю, это то и другое. А политики, они вообще невежественны и во всех остальных областях знания. И об этом вообще не говорится. И вообще, вот говоря, давайте задумывайся после того, что я сказал. Депутаты в Думе, вот об этом кто-нибудь вообще говорил? Законы они какие изобретают? А ведь в соответствии с этими законами определяется вся культура, в которой мы живем. А эти деятели искусства, вот мы говорили о журналистах в том числе, они все это вот рассказывают, они учитывают это в своей деятельности. Вообще об этом даже и речи нет. То есть, это не входит в круг их понятий. Казьме Пруткову. Тили-тили траливали, это мы не проходили, это нам не задавали. И когда начинаешь про это говорить, они говорят, а, это все ерунда. Я вот так считаю. А почему так считаешь? А, я вот так считаю. И все. Ну, это, как говорится, считай, не считай, но это же не значит, что это так. А по содержанию вообще, это спор о том, что в человеке обусловлено генетически передаваемой информацией, социальной информацией, или то, что называется культурной, и собственным творчеством. Без ответа вот на эти простейшие вопросы, невозможно разделить границы биологический комплекс наук и социологический комплекс наук. У нас что? Биологи изучают биологию, социологию изучают социологи. Вот и все. То есть, и это не рассматривается в взаимной связи. По концепции общественной безопасности, четвертая вода, как задача ставится? Вот три пункта. Мы говорим, весь комплекс безусловных рефлексов и инстинктов обусловлен генетически. Нормально. Способность к формированию условных рефлексов тоже обусловлена генетически. А само же поведение человека, а внешне это выглядит как условный рефлекс, определяется воздействием среды обитания на человека. Поведение человека определяется социальной информацией, циркулирующей в обществе. Из животного мира человека выделяет, первое, что, генетически обусловленность развития дискретного мышления. В первую очередь, абстрактно-логического. Второе, членораздельная речь и способность к реализации в труде своих предумышлений. Еще раз. Чем человек отличается от кошек, собак, слонов, обезьян? Чем? Он мыслит, раз, речь у него есть, он может высказывать свои мысли, и он может трудиться, то есть делать что-то, на основании своих предумышлений. То есть он сначала подумал, а потом сделал. А остальные никто не может ничего. Кошки только мяукают, да, ну там что, они могут норку, там еще что-то, бобры. А человек, он мыслит, он может передавать информацию с помощью речи. И все вот это мышление, речь и труд на основе предумышления, все это стало основой современной человеческой культуры. А дальше возникает вопрос, а что есть культура? Вот открываете учебники и называется культура, это вот там балет, еще что-то, то есть это культурно, культурный человек, бескультурный человек. Понимание культуры в концепции общественной безопасности. Культура – это результат разнообразной в негенетической обусловленной деятельности поколения людей. Но потенциал остроения среды человеком обусловлен генетически, в том числе и за счет развития культуры. Отсюда следует, что культура – это один из многих факторов глобального эволюционного процесса. Нет хорошей культуры и плохой культуры, то есть некультурности. Есть единая многоликая культура, в негенетической передаваемая социальная информация от поколения к поколению. А в ней есть и сдержки культуры, опасные для людей и человечества. Процесс развития культуры, то есть глобального исторического процесса, это один из частных процессов глобального эволюционного процесса биосферы.